Джохангир Абдулаев Был ясный, погожий день в начале октября. В небе была лишь пара облаков, и стрижи реяли и там, и сям, издавая свойственный им пронзительный свист. Реяли они и вдоль железнодорожного полотна, проходившего недалеко от села Белые Россы. На небольшой остановке для поездов под металлическим навесом на лавке сидели трое мужчин. Двое пожилых, лет под 70, горячо обсуждающие тему похоронных процедур, и один молодой, лет 30, восточной наружности, как видно, тоже ожидающий электричку. — У нас в гробу не хоронят! — встрял беспардонно в разговор двух стариков мужчина, причем, надо отметить, на чистом русском языке, без малейшего намека на акцент. — У нас умерших хоронят обнаженными! — завершил он свою фразу-провокацию. — Так ты, милокис, басурман будешь? — поинтересовался один из стариков, оценивающий, расглядывая мужчину и выпуская из нострида желтовато-сероватый дым. — Может, и так, — сказал мужчина, полуобернувшись к старику слева от него. — Только не басурманин, а мусульманин. — Так у нас привычно называть всех иноверцев басурманами, — парировал дедок, опять затягиваясь дымком от самокрутки. — Но, ежели тебе обидно, тогда вольт твоя, мусульманин. — А вот промежды брачем, — вмешался второй старик с кустой полностью седой бородой, спаленов за лавку. — У нас в деревне живет мусульманин. Мы его так и кличем, мусульманин. Нет, сам-то он дачинский, стало быть, крещеный, а имя у него, как у святого Петра. Но его там служил он в Афганистане. Короче, он попал там в плен к басурманам. Старик запнулся, видя, что чужак заерзал на лавке, быстро сообразил и поправил себя. — Стало быть, попал в плен к маджагедам, а они, как ты знаешь, мил человек, мусульмане. Так вот, в плену он принял ихнюю веру. А когда наши вызволили его из плену, он уже как три года принял ихнюю басурманскую. — Тьфу ты, не обижайся, мил человек, привычка, стало быть. Она привычка, штук того, хитрая. Прилипится, хорен, потом отлипится. Ну так вот, каждый день он, наш мусульманин, по пять раз на день Бог молится, стало быть, вашему Аллаху Акбару. — И так он славно поет, скажу я тебе, — протянул голосом старик. — Ох, и славно же поет, что очень даже заслушаешься. Одним словом, феатр. — Так стало быть, вас хоронят голуби? — резко поменял тему, говоривший. — Совсем без одежды? А в чем мать-то дела? — Да, — протяжно подтвердил мусульманин, глумакомысленно кивая головой. — Нас хоронят совсем голыми. — Совсем голыми, в чем мать родила? — передразнил он старика. — Ты везешь людям! — воскликнул первый старик, стрельнув пальцами от стадок козьей ножки в сторону рельс. — И даже не надо голову ломать, в чем тебя похоронить. — А так, Михей, — обратился старик ко второму, — а ты все потешался над мусульманином. — Я вот тоже подумываю, можете мне на старости лет принять вашу веру, а? — А что скажешь, милый человек? — О, если вы попросите об этом нашего муллу, он будет на седьмом небе, — улыбнулся чужак. — В смысле, обрадуется? — засомневался старик. — Еще как! — воскликнул молодой собеседник. — Ведь ему, нашему муле, за каждого обращенного геура в ислам полагается дополнительный бонус. Ему прощаются прошлые грехи перед Аллахом. — Что-то ты как-то странно говоришь, — мешался второй старик. — Ты часом не атеист? — Я-то? — как бы удивляясь подозрительности старика, — ответил на вопрос вопросом мужчина. — Что вы, добрые люди, ха-ха-ха! Какой же я атеист! Если я верю в шайтана, ты хочешь сказать в сатану? — Да, в сатану. Кто не верит в сатану, тот не верит и в бога. — Верно, я говорю, деды! — как-то запальчиво спросил мужчина. — Верно ты, верно! — задумчиво протянул второй старик. — А что-то мне больно подсказывает, что ты... — Я агностик, господа хорошие! — перебил мужчина старика. — Какой же я атеист, если я не отрицаю того, чего нет! — Это как понимать? Это как понимать? — чуть ли не в один голос спросили два изумившихся старикана. — А так и понимать, что плевать мне на атеистов с ихним атеизмом. Так-то понятно, деды дорогие? — Ну, тогда ты свой человек, — успокоились старики. — А вам не все ли равно, в какой одежде вас похоронят? — решил вернуться к преждей теме чужак. — Нет, скажем, мне не все равно, в чем я предстану перед Господом нашим Богом, — заявил второй старик, как видно, более вредный. Подумав, добавил, — это для нас, православных, принципиально. — А у нас, мусульман, предстают перед Аллахом в том, какими мы пришли в этот мир, голыми, — твердо сказал чужак. А одежду умерших раздают нуждающимся. Родственники устраивают поминки по умершему, готовят много еды, и каждый может прийти пособолезновать, прочитать молитву за упокой души умершего на том свете и отведать пищи. Для нас, мусульман, харам пить вино или водку вообще, а тем более на кладбище, как вы, православные, это делаете. Как бы нам ни было тяжело от утраты родных и близких нам людей, мы не пьем спиртного. Молодой человек замолчал, молчали и старики, как видно, взгрустнув, о чем-то размышляли. — Я слышал, — продолжил чужак, — чтобы у вас стать праведником, нужно трижды согрешить, ведь ваш Бог все вам прощает. Вот так у вас, православных, оттого и курите, и пьете, семьи у вас не крепкие, много одиноких людей, а армия беспризорных у вас день ото дня растет, шныряя по улицам и прося милостыри, и женщины у вас развращенные. Молодые же не уважают своих старых родителей, бросают их до произвол судьбы немощными и больными. — Слабая у вас вера, у православных, а значит и вы все слабые, у вас только и одна проблема, в чем вас будут хоронить, вот это у вас самое главное. Оба старика уткнулись в землю, не решаясь парировать чужаку. — А вот и электричка, — радостно воскликнул мужчина, — было приятно убить время с вами, прощайте, деды, и не поминайте лихом, мало ли чего. — Джохангир Абдулаев. «У нас в гробу не хоронят», — читал автор. 14 декабря 2021 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok